Друзья, всем привет! Для записи сегодняшнего сюжета в 7 утра мы выезжаем из Царицыно, два с половиной часа тратим на дорогу и приезжаем на север Москвы, вот в этот поселок, где строит дом та самая Наталья, про которую год назад мы снимали сюжет, когда ее банк хотел выселить. Напомню, что Наталья тогда ни разу ни у кого не попросила денег, не было разговора серии, дайте мне, помогите, скиньтесь. Она просто просила предать ее ситуацию огласке. Из своей ситуации она вышла, она тогда продала квартиру, закрыла долги, у нее осталась сумма в размере 5,5 миллионов рублей. И она решила, что на эти деньги она хочет построить дом. Нашла этот поселок, нашла здесь земельный участок, купила его. Мы про это снимали отдельный сюжет, он есть на канале, можете посмотреть. Кстати, на момент съемки и сейчас вообще абсолютно две разные картинки, многое здесь поменялось. Видно, что в поселке идет жизнь, идет движуха. Сам факт, что сегодня мы послушаем, как у нее дела, что там с ней происходит. Многие писали, спрашивали, где та самая Наталья, пойди ее опять кинули, что она там себе построила. В общем, обо всем по порядку в этом видеоролике. У нас будет шикарный спонсор, вот как раз для загородного строительства, о нем я вам расскажу чуть-чуть позже. Не будем ходить вокруг да около. Наталья, привет! Привет! Наталья на самом деле женщина, вот я хочу сказать при тебе, очень сильная. Она мне не родственница, не подруга какая-то. Вот мы с ней познакомились и сидели, когда она обратилась за помощью. И общаясь с ней, периодически я понимаю то, что вот, вот, вот заряд энергии у человека есть. Ну давай начнем немножко от обратного. Когда мы последний раз с тебя приезжали, я показываю сейчас кадры с коптера, у тебя был такой фундамент интересный, свайно-винтовой. Было все это здесь сделано, и ты планировала тогда построить дом. Мы рассказывали, что с компанией вятский терем у тебя не сложилось, там ты вернула денег, но потом к тебе приезжали люди, которые сказали, что фундамент твой вообще фуфло. Если строить на нем дом, то ты об этом очень сильно пожалеешь. Вот расскажи, что там шло дальше. Да, после выхода ролика на твоем канале обратились парни с Ростехнадзора. Они приехали сюда, посмотрели и сказали, что ну либо дом будет совсем плачевный, да, если построить хороший каркасный дом, а в тот момент дерево очень сильно выросло. Если построить хороший каркасный дом, это будет стоить, ну, больших денег, примерно там 8-9 миллионов рублей. Я на такие суммы не была готова. И вообще, если честно, да, изначально, когда я давно уже планировала, у меня была мечта построить свой загородный дом, я всегда хотела построить дом из газобетона, но мне почему-то казалось, что это очень дорого. И из-за этого, ну, перешла на каркасный. Ну ладно, они приехали, посмотрели, сказали, ни в какую дом на этих свайно-винтовом фундаменте не выдержит. Значит, наняла бригаду рабочих. Они приехали, набили мне вот эти вот деревяшечки. На своем канале я стала выставлять видео, мне люди стали писать, что это, мол, не то там сечение дерева. Короче, строили хрень, простыми словами. Да, что типа того, что не нужно такое строить, что, мол, ждем, Наталья у нас на канале строить хлам, типа того, что все будет. Главным героем с домом. Главным героем, да, она там будет. Я чуть на все это посмотрела, успокоилась немножко, потому что я после вот этой истории квартиры была такая, знаете, вся на взводе, потому что думаю, господи, где жить, столько денег было уплачено за эту ипотеку. Ну, в таком напряжении была. Потом немножко успокоилась, думаю, буду строить постепенно. Наняла, значит, трактор, приехали. И самое интересное, что когда вот трактор, я видео обязательно выставим, он приехал, выдергивал эти сваи, я думала, что их там будут как-то, знаете, раскачивать, как-то их надо будет срезать, еще что-то. А их выдирали вот так просто. Как гвоздик из земли. Да, да, как спички, они просто вот так выдирались. Вот этот вот дом у соседа, мне он очень давно нравился. Я к нему обратилась, он мне дал прекрасного такого парня, если можно его прорекламировать, его зовут Антон. Он приехал, посмотрел и сказал, я буду строить. И самое, что он сказал, я никогда не беру деньги наперед. То есть я заказываю сам, он у него очень много, он кому строит дома. У него связи, допустим, там с бетонным заводом, там с газобоком еще. Постоплата по факту сделана. Да, построили, приехала, посмотрела, все понравилось, сделали. То есть я думаю, ну в наше время это практически такого не бывает. Анташ, извини, перебью тебя. Смотрите, вот интересное наблюдение. Ты уже со многими в поселке общаешься, мы не будем показывать пальцем на конкретно эти дома, но есть дома, которые визуально очень красивые. И тебе они тоже нравились, когда изначально твоя история начиналась с каркасников. Ну действительно, да, друзья, каркасник, в нем что-то свое, есть дерево, ну как-то так визуально круто. Но при этом у некоторых людей здесь, у кого стоит стиральная машинка, она начинает отжимать, весь дом отжимает вместе с ней, друзья. То бишь дом действительно ходит. И мы когда снимали некоторые каркасы, там это тоже очень важно, вот касательно просто его фундамента. Люди, кто вот занимается специализированным строительством, говорят, что неправильно сделано. Вот если сильный порыв ветра будет, реально сильный, действительно дом может снести, просто вырвать может. А если поблизости есть железная дорога, которая дает вибрацию, то ты можешь сесть в доме, а дом у тебя будет постепенно вибрировать. Ну вот я даже тут, опять же, ты говоришь правильно, не будем показывать пальцем, да, к своим, к соседям, тут к некоторым заходил, которые только переехали, у них каркасные дома, но у них железнобетонные сваи, не как у меня были вот эти вот, ну, свайно-винтовой фундамент. И то, понимаете, в дом они только вот, допустим, въехали, и идешь по дому, и он весь ходит ходуном, весь кряхтит, весь скрипит, то есть... Ну, дерево недорого, быстро, вот этот, да, сосед, за месяц буквально построился? Да, за месяц, да, построили, я к ним зашла, так ничего, дом... Визуально классно даже, да, и реально, да, я говорю, я когда приехала, у них очень быстро строился, я приезжала на свой объект раз в неделю, у них прямо вот на глазах росло, и прошел месяц, ровно месяц у них построился дом. И еще к тому, что если бы Вятский терем не построил вот так же быстро, да, я бы переехала, но опять же, да, визуально красиво, а как будет по факту, дальше, конечно, непонятно. Многие сейчас что делают? Покупают земельные участки, строят дома, говорят, дом сейчас каркасный, в принципе, можно там 2,5-3 миллиона построить, коробку собрать, визуально красиво, продают там за 4, за 5, ну, кто как продаст. Понятное дело, что можно дом продать и там за 10 миллионов, если найти человека, но сам факт того, что вот этот бизнес очень востребован, и люди успевают за сезон, ну, даже, скажем, за год, порядка 30-40 домов построить, когда ты один там вот ездишь по площадкам, руководишь. Ну, и погодка пришла, когда на коптере взлетаешь, аж в югу слышно. Давайте напомню, участок у нее 10 соток, покупала она его за 1 миллион 800 тысяч рублей. Из коммуникации здесь только лишь по границе электричества. Что такое жизнь в доме, когда у тебя изначально есть только электричество, мы снимали. Да и при том еще и про каркасный дом, где человек рассказал с цифрами, сколько зимой, сколько летом. Соответственно, вода, колодец, канализация, только септик, газ, где-то, говорит, здесь труба есть, но сюда, к участку, он пока что еще не подведен. И вот прямо сейчас мы с вами переместимся в отличный жаркий месяц июль, где я вам расскажу про спонсора выпуска, который, внимание, ребята, подойдет каждому, у кого подобный земельный участок для строительства дома. Вот это наш дом, который мы покупали новостроем, до нас в нем никто не жил. Купив дом, мы сразу получаем центральную канализацию, центральное водоснабжение, электричество, само собой, разумеется, на территории был заведен газ. Но если мы поднимемся коптером повыше, увидим кучу частных домов вокруг, у которых нету газа, нету центральной канализации, нету центрального водоснабжения, есть только электричество, и это Московская область. С одной стороны, хочется сказать, офигеть, 2021 год, а с другой стороны, такого полно по Московской области и по стране в целом. И вот если сделать акцент на канализации и задаться вопросом, как это все решается, у меня есть шикарнейший спонсор этого выпуска в лице компании Септик Шоп. Компания занимается продажей, установкой и ремонтом современных автономных канализаций уже более 9 лет. Септик Шоп является официальным дилером завода-производителя Топол Эко. Это производитель автономных канализаций Топаз. Чтобы вы понимали, это самая распространенная, надежная и автономная канализация на сегодняшний день. А кто в теме, тот поймет. СБМ Групп, производитель автономных канализаций Юнилос Астра. Соф Биотех, производитель Септиков Аквалос. Ну и, конечно, Евролос. У ребят бесплатный выезд инженера. Также все установленные ими канализации они берут на личное обслуживание. А это на самом деле очень важно, потому что при наступлении какого-то неприятного случая они не отправят вас к производителю. Они будут за вас решать ваш вопрос. Вот, например, при поломке компрессора они приедут, снимут ваш, вам поставят временный, а ваш отвезут на завод для диагностики дальнейшего ремонта. Если это действительно гарантийный случай, естественно, все расходы за счет производителя. А если вы сами не следили за вашим септиком, такое тоже бывает, ну, конечно же, все ляжет на ваши плечи. Это справедливо. А в их интернет-магазине есть запчасти для разных септиков. Доставку осуществляют по всей России. А еще они бурят и обустраивают скважины, проводят водоснабжение из колодца. Внимание, внимание, важная информация. Септик-шоп призывает всех строителей и строительной организации к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Дают хорошие скидки и готовы выезжать, осмечивать и производить работы. Но, к сожалению, пока что работают по Москве и Московской области. Ссылочка на Септик-шоп ждет вас в описании. По промо-году Машков вы получите дополнительную 5% скидку. В общем, друзья, переходите, оставляйте заявку, а дальше специалисты с вами свяжутся и уже все будут делать за вас. Приятного пользования вместе с компанией Септик-шоп. Мы выходим на Бэкьярд. Кстати, вот интересный момент. Очень часто мне, бывает, пишут, что Диман, ты находишь каких-то актеров, постанова. Ты же актриса. У тебя есть такой опыт, что ты действительно снималась в каких-то эпизодических ролях, там, короткометражных, там, в кино или как правильно сказать? В передачах, да. Ну, это по молодости было, когда я там приехала, энергия там перла, да, там, хотелось, вот, непонятно, чем заниматься в жизни. Снималась, даже снялась в одном американском фильме. Вот, вот, поэтому имейте в виду, мало ли кто-то увидит, потом скажут, ля, так это же мошенничество. Они разводят, она актриса, заплатила, вот они ходят фильмы снимать. Нет, из-за того, что вот я, в принципе, потому что вот даже после нашей с тобой выхода передачи, ко мне обратилась, и к тебе обращалось наверняка много людей, которых кинула также компания, с которой я хотела строиться, я поехала, даже сняла ролики, из-за чего я вышла на тебя, потому что я понимала, что в такой ситуации, во-первых, надо придать огласки, чтобы люди, ну, учились. Я там, да, я там, я лох, я лоханулась, ну, как говорится, там, как многие писали, без лоха и жизнь плоха. Но, вы знаете, как-то, не знаю, то ли это со мной в жизни, то ли это вот со многими людьми, да. Что-то делаешь, и что-то не получается. Почему бы не обнародовать и людей, ну, не предотвратить, да, предостеречь, чтобы люди на эти же грабли не наступали. Наташа, полно было людей. Друзья, вот даже я сейчас вам выведу просто на экран переписку. Совсем недавно, там, буквально неделю назад писал человек, ситуация, как у тебя под копирку. Вот копирует, стоит все то же самое, за исключением того, что только компания, которую человек выбрал, совсем другая. Прождал энное количество времени по договору, потом еще что-то бодался, прыгал, отдал миллион шестьсот, ему должны были построить каркасник. Нифига ему, естественно, не построили, деньги кое-как пытается вернуть, дома нету, в общем, один головняк сплошной. Ну, давай перейдем от плохого к хорошему. Решив свой квартирный вопрос, насколько я знаю, ты сейчас проживаешь в той самой квартире, где мы с тобой снимали твой сюжет первый раз, но этой квартирой владеет теперь совсем другой человек, который изначально купил ее с целью инвестировать, чтобы сдавать. И этот квартиросъемщик теперь ты. 35 тысяч аренда плюс 5 тысяч рублей, коммуналка, 40 тысяч в месяц ты отдаешь за эту квартиру. Да. У вас было 5,5 миллионов рублей на строительство дома. По факту, то, что мы видим сейчас, это уже 7 миллионов рублей. Вот расскажи, пожалуйста, кратенько, но по существу, что сделали технические данные? Убрали сваи, немножко расширили дом, потому что был неправильно сделан проект. И начали строиться. Но так как стройматериалы очень сильно подорожали, начинали строиться, газоблок тогда строил 4,5 тысячи рублей. Последний, где-то в конце июля, я уже закупала по 9 тысяч рублей. Я его нигде не могла купить, то есть через какие-то там пятые руки, через десятые. Просто резко, прямо на два. Очень, да, все подорожало. Мы сделали очень хороший фундамент, то есть мы залили монолитную плиту, купили газоблок, то есть я сделала хороший, сейчас покажем, внутри бетонную лестницу. И это с учетом того, что мы проложили уже все коммуникации, они заведены в дом. Дренаж. Мы сделали дренаж вокруг дома, да. Ну и концепция дома тоже, когда я начала строить, мне очень нравились дома с плоской крышей. И на тот момент, когда мы все это запланировали, плоская крыша выходила дешевле, потому что дерево подорожало, да. Но опять же сейчас подорожало не только дерево. Вот на сегодняшний день, что мы видим, вот крыша, то есть она у тебя будет как-то частично доделана, правильно? Ее сейчас надо будет утеплить и сделать разуклонку, чтобы был вывод воды. Ну, сейчас вывод воды небольшой сделан. Говорю, на тот момент, когда мы летом строили дом, у нас был бюджет с учетом того, что окна и крышу мы должны были доделать, но так как все подорожало, к сожалению, сейчас не вписываемся. Но я успокоилась, сейчас мы с мужем приняли решение заработать денег и доделывать постепенно дальше. При этом, друзья, сколько у тебя участок, напомню? Десять соток. Десять соток, то есть границы, вы его видите, я вам увожу, соседний забор у дома и соседний у другого, вы тоже на него скидывались. Наташа, вот этот колодец, сколько он тебе обошелся по деньгам? 45 тысяч рублей. Какая проблема с ним случилась? В мае месяце, опять же, я говорю, полный дилетант тогда был, когда компания должна была строить дом, нам нужен был, они сказали, в первую нужно будет электричество и вода. Ну, мы тут в мае месяце пригласили компанию, вырыли колодец, девять колец, вижу я восемь, не знаю, какое-то там одно куда-то ушел, куда-то вплыву, не знаю. Два с половиной кольца. Я им сразу говорила, почему так мало воды? Ну, что такое на дом, на семью два с половиной кольца? Они сказали, воды будет, какой-то на подземной реке он стоит, воды будет два с половиной кольца, но она будет всегда. И тут получилось, вот буквально там две недели назад, у меня ребята заливают крышу, звонят мне, говорят, в колодце воды нет. Я такая, как нет воды? У меня тут летом жили рабочие, которые возводили, и была вода. Ну, то есть там два с половиной кольца, там бывало, там два кольца стояло. Насос стоит вот буквально на этом. Господи, где он там? Ну, тут где-то вот глянует, ну, вот оно, вон, прям вот, если посчитать кольца, ну, то есть совсем-совсем мало. Вот, я обратилась в эту компанию, компания, не знаю, можно говорить, нет? Ну, как хочешь, твое дело. Да, это подмосковный колодец, директор Матвей, я ему, когда первый раз у меня была, я не понимала, он там, мы с ним там разругались, я говорю, приезжайте, перекапывайте, докапывайте. Первый раз он сказал, что, типа-то, у него на шесть вода будет стоять, а сейчас он вообще на связь не выходит. Я ему говорю, ну, вы хотя бы приедьте, посмотрите, там, может, надо докопать. Я не Нептун, типа того, чтобы вода ушла. Я говорю, я же не могу каждые четыре месяца копать колодец за 45 тысяч рублей, да? Ты говоришь, в мае нельзя было делать, это кто тебе сказал? Это вот когда после нашего ролика вышел, вот я говорю, и чем еще, да, хорошо? Люди очень много давали советы. Какой надо построить дом? Как нужно сделать, что надо сделать, там, дренаж и все. Очень многие люди писали, зачем вырыла колодец, мол, весной не копается колодец, надо копать либо осенью, либо зимой. А те люди, которые тебе пришли копать, профессионал, специалист, они тебе об этом вообще ничего не говорили? То есть просто надо, сейчас сделаем. Да, я им позвонила, говорю, нужен колодец. Они говорят, ну, пожалуйста, приехали в выход. Вот, друзья, реально хочу сказать, что ваши комментарии, иной раз люди пишут их с матом, с оскорблениями, но по факту, когда читаешь, там, действительно, есть полезные вещи. Есть те, кто, видно, тоже ни в чем не разбирается, но советы, потому что где-то услышат. Давайте сделаем следующее. Тебя мы отправим погреться в автомобиль, а я вам быстренько устрою экскурсию по ее дому, расскажу про планировку. Вот серьезно говорю, вот сейчас вы офигеете, потому что вот это вот, меня дом реально впечатлил, это 160 квадратов, посмотрите, что она там запланировала. На всякий случай прокомментирую специально для тех, кто посмотрит и скажет, что это же какой-то кубик. Друзья, дом в процессе строительства. Здесь не доделана входная группа, здесь не доделаны балконы, здесь не сделаны козырьки под балконы, здесь еще не сделана облицовка, здесь не пристроен гараж. В общем, в дальнейшем, по планам Натальи, это будет действительно такой шикарный дом. И самое главное, что в силу того, что он кубиком сделан, нету скошенных крыш, везде потолки высокие. Ну, посмотрите, какая планировка в доме. Итак, мы с вами заходим в дом. Я вам показываю, где конкретно вход, потому что нужно будет постараться вас не запутать. Но суть в следующем. Мы заходим, окошко, и здесь у нас будет предусмотрена гардеробная. Изначально у них была чуть-чуть другая планировка дома, но сейчас вот есть такая некая финальная стадия. Разулись, здесь будет дверь, заходим, и мы, как бы, получается, попадаем уже в полноценно жилую зону. Первая дверь здесь полноценная, предусмотрена котельная. Проходим чуть-чуть дальше. Где горит свет? Здесь ванна плюс туалет, прихожая. Вместо, видите, достаточно действительно развернуться. Есть где, при условии даже того, что когда-то это будет все доделано, где-то будет стоять мебель. Ну, по первым ощущениям, места должно хватать. 160 квадратов. Проходим сюда. Здесь нас встречает такая, скажем, развилка, где под лестницей будет располагаться нечто похожее на кладовочку небольшую. Вот эта комната, первая, предусмотрена как гостевая. На полу лежит вода. Откуда вода? Буквально несколько недель назад они залили крышу, доделали, но не успели чуть-чуть, поэтому были дождливые погоды, и вот залили водой. Сюда мы переходим, пока на второй этаж не идем. У нас идет гостевая комната, ну, гостиная комната, совмещенная с кухней. Фишка гостиной комнаты заключается в том, что сейчас уже она с крыши провела трубу, и вот здесь у нее будет стоять полноценная печка. Проходим чуть дальше, и мы выходим с вами на кухню. Кухня должна быть вот угловая. Тоже было несколько косяков, потому что изначально они брали проек, как она сказала, отвязку от теремы, там была заложена дверь. Вот сейчас визуально кажется, что дверь достаточно, но когда будет она доделана, прогал, говорит, должен остаться 60 сантиметров. А это, соответственно, вот так бачком проходить. Им нужно будет долбить стену, делать больше пространства. Это тоже важно, потому что, ну, понимаете, вот человек, да, Наталья говорит, я дилетант, я не разбираюсь в стройке. Тем не менее, она в процессы старается вникать. Вот с чем сталкивается. Значит, для чего здесь на кухне вот эта первая дверь? Вы скажете, для выхода на террасу? Нет. Они хотят в дальнейшем построить гараж, который будет плотником примыкать к дому, тоже с ровной крышей, на которую можно будет выходить. Как это будет выглядеть, мы вам сейчас покажем со второго этажа. Здесь кухня, ну, представляете, можно поставить раковину, моешь, смотришь там на бэкьярд. А это, собственно, дверь, с помощью которой можно будет выходить на заднюю веранду. Тоже хотят сделать хорошую веранду, чтобы на ней можно было стоять. Крыша у этой веранды, это будет, можно сказать, основание балкона для второго этажа. Вот пойдемте, сейчас сходим на второй этаж. Таким образом, на первом этаже вся движуха происходит, при этом есть гостевая комната, которую теоретически можно использовать под себя. Завалился после обеда, поспал. Поднимаемся на второй этаж. Лестница, в принципе, я бы не сказал, что она прям сильно крутая, ну, по крайней мере, сейчас подниматься удобно, ступеньки не прям с большим пролетом. И фишка лестницы еще в том, что, по сути, не нужны никакие перила. Все, ты поднялся, пожалуйста. Здесь у нас начинаются комнаты. Значит, у Натали есть сын. Сын уже взрослый, у сына есть девушка, уже скоро там своя семья образуется. Тем не менее, комнату под него выделяют. Вот эта комната, теоретически, должна быть его. Она, кстати, одна из самых маленьких. Сын спрашивает, а что это, самая маленькая? Она говорит, ты же реже всех, скорее всего, будешь прижать. Ну, не суть. Вторая комната, она уже большая, это полноценная спальня для нее и ее супруга. С этой комнаты, как раз можно будет выходить на балкон. Балкон будет совмещать нас с соседней комнатой. То есть, я могу выйти здесь и зайти в соседнюю комнату. Поняли, да? Я думаю, ничего сложного. Вышел, здесь зашел. И вот это основание балкона, как раз и есть такая крыша для веранды. Насколько он будет по длине, по глубине, по вылету, покажет время, потому что напланировать можно все, что угодно. Что сделать дальше, посмотрим. Она будет для дочери. У Наташи есть дочка, она помладше, соответственно, большую часть времени она проживать будет в этом доме. Здесь вот тоже интересный момент. Должна быть душевая кабина плюс туалет. Но при этом точно так же предусмотрена дверь. И задаю вопрос, а зачем интересна здесь дверь на втором-то этаже? Гараж, который будет пристроен к дому, крыша. Ты открываешь его, и можно будет выйти на крышу этого гаража. Кровля будет использоваться. Вот как это будет выглядеть, пойдемте, зайдем сейчас в комнату ее мамы. Вот она, комната, тоже небольшая. Здесь исключительно чисто кровать, спальное место. То есть она небольшая, но она есть. Но здесь у нас есть возможность выйти на балкон. Молодец. Мы выходим с вами на балкон, который по ощущениям действительно большой балкон будет. И вот такая же плита в дальнейшем должна появиться с правой стороны. Ну, грубо говоря, это будет крыша для балкона, как она это описывает. И то бишь ты сможешь вообще по кругу дома даже ходить. И прикол в том, что, подчеркиваю еще раз, что у них крыша дома, она ровная. И это как бы используемая кровля, что при желании на нее также можно будет выйти. Хочешь, поставил шезлонг, поставил там, я не знаю, столики. Друзья, вы скажете, нахрен это надо? Но про столик на крыше, это уже я от себя добавляю. То есть у него такого в планах пока что нету. Но я и говорю, будет круто. Приехал к тебе в гости, сел, видок сразу совсем другой. Так ты со второго этажа выходишь. Ну, сейчас ясно, стройка. Но в дальнейшем это все-таки какая-то изюминка своя есть. Дом шикарный. Ну, серьезно. Вот так вот по ощущениям, по первому, пройтись по планировке, на самом деле, общаясь с тобой, у тебя-то уже в голове картинка стоит, где у тебя диванчик будет стоять. Сделано, в принципе, все круто. Есть, конечно, такие вопросы. Меня лично волнует дверь в туалете на втором этаже. Как это будет по теплообмену? Потому что, знаешь, кажется, зимой там холодновато будет в туалете находиться. Но как будет дальше, посмотрим. Когда доделаешь, позовешь нас, придем, снимем. Наташ, 5,5 миллионов было, ушло 7 миллионов. Примерно считала по калькулятору, сколько сегодня нужно еще денег, чтобы доделать до конца, чтобы можно было въехать? Ну, въехать можно, если я сейчас утеплю крышу и поставлю окна и сделаю маломальское отопление, примерно 1,5-2 миллиона, чтобы уже. А уже в дальнейшем там отделка дома. Но если довести все до ума, на данный момент... Это в космос можно улететь. Да, смотря как делать, да, но я думаю, миллионов 5. 5. На данный момент. При этом, общаясь с тобой, вдоль дома гараж хороший, дальше, друзья, за гаражом, крытый бассейн. Да, это в планах, да. Дальше за бассейном, небольшой спортзал для мужа, общая зона здесь, она улица, ну, там какая-то барбекюшная, по-любому верандачка. Нет, здесь будет у меня вот выход сделан из кухни, здесь будет большая веранда, то есть она будет, с этой стороны кухни, она будет 2 метра шириной, а дальше она будет 4 метра шириной, то есть здесь я запланировала, будет барбекюшница стоять такая, как печь, там, казан, вот это все, чтобы можно было летом готовить, потому что у нас нету газа, и я понимаю, что такое электричество. И дальше будет уходить именно в обеденную зону. Но это все в планах, да. Сейчас надо зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. Тем не менее, мы слышим следующее, что твой бюджет, который был плюс полтора, вы уже преодолели, и сейчас там 2-3 миллиона, скажем так, чтобы вы могли начать уже жить. Сейчас у людей сразу возникнут резонные вопросы серии. Подожди, подожди, подожди. Это та Наталья, про которую мы снимали сюжет, у которой было все плохо, что не могла разрешить ситуацию. Наташ, вот объясни людям, расскажи, как вы с мужем вкалываете, чем вы занимаетесь, потому что мне казалось, что ты сидишь там на пособиях. Почеркиваю, друзья, я напомню, что ты ни разу не просила ни у кого никаких донатов. У нас не было такое, что мы там скидывались, собирали, что ты там плакал, дайте мне денег. Ты просила помочь, юридически подсказать, направить. Сегодня чем ты занимаешься, чем муж занимается, как зарабатываете? Ну, хочу людям рассказать, что я, в принципе, никогда не жаловалась, что у меня так все. Я влетела, сказать, с ипотекой, но с учетом того, что мы изначально вложили почти 70%, когда брали ипотеку, взяли у банка, но на тот момент у меня была ипотека, мне ни разу не сделали структуризацию, мне ни разу не уменьшили процент, у меня было 17,9% годовых ипотек. Да, это с учетом того, что я брала 12 лет назад. И все эти года я не жаловалась, я работала, мы с мужем работали. Получилось так, что когда я заболела, у меня вот эта задолженность образовалась, когда действительно я не могла работать, да, и работал один муж, и он не смог это вывести, и там был какой-то кризис, что у него тоже маленькая была заработная плана. На данный момент, вы знаете, кризисы нас толкают к тому, чтобы мы развивались. Опять же, когда в 2016 году у нас вот это случилось с ипотекой, да, у мужа получилось, что он работал тогда на дядю, он работал в компании, которая занимается медицинскими газами, то есть когда вы попадаете вот в больницу, у вас операции, вот эти вот газы, он работал ведомым менеджером. Вот, и получилось так, что в компании начался какой-то кризис, и его сократили. И тогда я помню, и он пришел, я только после болезни, да, там вышла в социальную сферу, работала социальным работником, я не получала бешеных денег, но я всегда старалась подработать. Я работала, во-первых, на две ставки, во-вторых, я там, надо там окна помыть, да, я там с удовольствием там мыла, да, ну, к примеру, да, подрабатывая какие-то деньги, да, там нужно было соседям в чем-то помочь, они давали какую-то денежку, никогда не отказывалась. Плюс я еще вот из-за чего, я бегала по каким-то там передачам, решили, но деньги. И встал вопрос опять, идти куда-то работать на какого-то дядю, либо открыть что-то свое. И в тот момент его подстегнуло, и он нашел партнеров, и они вместе с двумя своими друзьями, они открыли просто-напросто вот эту компанию, он вложил свои связи, у нас денег на то не было, а друзей, знакомых, да, инвесторов, он нашел, они вложили деньги, и они открыли свою компанию, в которой они уже сейчас вот занимаются почти пять лет. Я не говорю, что это бешеные деньги, но человек работает, сейчас вот эта вот ситуация с ковидом, то есть они обеспечивают больницы там масками, потом медицинскими газами, то есть это все оборудует. Я ушла в социальные сферы, и сейчас работаю на дому. То есть там делаю какие-то проекты, да, плюс я еще на данный момент заканчиваю магистратуру, я учусь. А проекты какие? Проекты – это именно прокладывание каких-то газов, вот этих вот труб, да, именно в больницу. То есть я там не прям проектировщик, там, ну, в чем могу, помогаю. Допустим, назначаю ему, работаю как его секретарем, да, назначаю встречи ему, договариваюсь с какими-то больницами, вот, допустим, там, с маленькими медицинскими центрами, которым там не нужно, там полностью газификацию больниц. Плюс я еще, ну, по молодости, да, отучилась в техникуме, и то есть умею как шить на машинке, да. Опять же, я не говорю, что я там профессиональная шлюя какая-то, но, опять же, да, у меня у знакомой свой отдел, что она торгует шторными тканями, да, и мы сейчас с ней сотрудничаем, то есть если кому-то у нас строящийся поселок, я сейчас подрабатываю на том, то что декоративные подушки, шторы, покрывало, постельное белье, то есть я отшиваю. Вот сегодня буквально до двух часов ночи тоже отшивала шторы. Уверен, что кому-то может показаться, что ответ сумбурный, невнятный, я специально оставляю, все как есть, ничего не вырезаю. Подчеркиваю, что Наталье и ее мужу кредиты сейчас никто не дает. Даже в тот момент, когда мы первый раз про нее снимали сюжет, она пыталась подавать заявки, везде ей сыпятся отказы. Это первое. Во-вторых, еще раз повторяю, то что ни разу она деньги не просила, никаких пожертвований, и на своем канале она этого не делает. Канал, который можно расценить, ну, специально приходит на съемки, пиарится. У нее есть ролики, которые отсняты еще летом, она их еще даже тупо не выложила. Хотя ролики смонтированы, там, в принципе, в хорошем качестве, с хорошим наполнением. Нет времени. Есть такая группа людей, которые постоянно чем-то занимаются, постоянно пытаются на чем-то заработать. Я не пытаюсь ее нахваливать, я просто рассказываю, вот, ребята, живой человек, который в трудное время тоже пытается находить какие-то выходы из своей ситуации, вляпывается, параллельно про них не стесняется, рассказывает для того, чтобы мы могли сделать выводы, научиться на ее ошибках и ее жизненный опыт намотать себе на ус. Наташа, ну, скажи, кто у вас сейчас вот наиболее ответственный за строительство дома? Я так помню, у тебя есть прораб, который изначально стройку ведет, но все работы условно принимаешь ты. Да, потому что муж у меня не, он, во-первых, в этом не разбирается, и он сказал, я лучше буду зарабатывать, он сейчас вот, ну, кинул все силы на то, что надо зарабатывать, и надо сделать себе жилье, вот, занимаюсь я, и мне это очень нравится, то есть, какие-то даже нюансы, я тут даже сама делала, там, блоками что-то закладывала, и у меня вот этот грамотный прораб, который, вот, допустим, я там, ну, думаю, сделаю дом, да, там, дренаж, я понимаю, что он нужен, ты очень много в свой дом, когда показывал, говорил, что надо воду отвезти от дома, да, но я думала, сделаю это потом, потому что сейчас нет денег, приезжаю, у меня, ну, это как отступление, смотрю, дренаж сделан, я ему, типа того, что Антон, ну, я же понимаю, что это все-таки деньги, он, ну, то есть, очень грамотный такой человек, то есть, все делается последовательно, в любом случае, друзья, если вдруг, кто-то захочет высказаться, контакты твои есть, пишите ей напрямую, если что-то неправильно сделано, что нужно что-то переделать, доделать, я думаю, тебе советы будут полезны, что самое сложное на сегодняшний день? Ну, самое сложное, это вот найти деньги на материалы, наверное, я хочу сказать, отсутствие денежных средств нужно в объеме. Денежные средства, очень хочется все довести до ума, опять же, да, у меня прораб грамотный, но вот ту концепцию дома, что я затеяла, это прямая крыша, это для него новый проект, и мы с ним договорились, что он, я найду компанию, да, а так как в нашей стране очень мало пока делают такие крыши, я бы хотела обратиться вот к твоим подписчикам, может, есть люди, которые мне могут помочь, как говорится, и советом, и делом, я не прошу сделать, мне это бесплатно, да, со скидочкой, да, да, и со скидочкой, то есть, мне надо сделать, потому что крыша, это самое главное, что, как говорится, в доме есть, и опять же, мне нужны тоже хорошие, я ничего не понимаю, но зондирую, да, сейчас почву, мне бы, конечно, надо сделать окна, но и опять же, кто чем может помочь, советом, как лучше, я буду рада. Короче, подводя итог здесь, дом у тебя уже, в принципе, поднялся, нужно делать внутренние работы, окна вставлять, дверь, это тоже, у тебя окон полно, размер, я смотрю, немаленький, соответственно, денюшек отвалится, немало, короче, у вас все, так сказать, на месте не стоит, развивается, несмотря на то, что в стране не самые легкие времена, но и вы вкалываете немало. Друзья, вот вам, пожалуйста, вся ситуация с Натальей, все те, кто спрашивал, как у нее дела, смотрите, уже цветет, женщина цветет, уже, смотри, дома здесь у меня будет кухня, а вот здесь, говорит, диванчик будет стоять, двери будут открываться туда, а тут раздвижные, правильно, за тобой? То есть заходишь, и тут классно все. Да, сюда я заехала на машине, через гараж я вошла на кухню, здесь я приготовила, здесь я вышла на веранду, то есть... Гостей по чуть-чуть, правильно, глядишь, когда-то и мы с вами посидим за этим столом, нам чай подадут, горячий пирожок испекут, слушай, а у вас здесь, в этом поселке, получается, газа нету, из серии там обещают по-любому, будет, но пока нету. газовая труба проходит рядом, но пока... Но пока нету. Электричество только есть, соответственно, дальше ты ставишь себе, у тебя колодец, септик тебе нужно будет, напомню, что у нас в этом сюжете был спонсор выпуска, как раз люди, кто занимается септиком, если что, обращаюсь к тебе, тоже сделаю соски-то с хорошей. Ну и мне сейчас нужно еще будет копать, видимо, скважину, потому что, так как воды нету, мне нужна будет скважина. А прописку здесь не получить? Это получается что из СНТ? Нет, почему нет? Получить прописку здесь, ставишь дом на кадастровый учет, но для того, чтобы поставить на кадастровый учет, надо поставить окна. Я на данный момент, кстати, хожу без прописки, я не стала прописываться у сестры или у мамы, вот я думала, сейчас быстренько дом доделаю, окна поставлю, поставлю на кадастровый учет. То есть человек без определенного места жительства. Да, это я. Вот так вот. Да, да, на данный момент. Ну, мне пока для работы не нужно, и зачем лишнюю, как говорится, коммуналку платить, там, лишние деньги платить, прописываться у мамы. Когда тут еще расходов, да, полно. Я с оптимизмом смотрю, мы еще, говорят, довольно-таки молодые, да, что я надеюсь, что я приобрету себе какое-то жилье в Москве, потому что мы сейчас рассчитываем чуть-чуть достроить дом, да, чтобы в него можно было приехать. И потом наша цель это сделать именно жилье ребенку. Ну, глядишь, как раз сыну там как-то поможет с первоначального взносу на ту же самую ипотеку, а он купит квартиру, и, соответственно, вы все там сможете прописаться, живете здесь. Вон, мы раньше, когда жили, в однушке у нас прописано. Вся семья, я, отец, бабушка, все там. Сейчас все прописаны у меня в квартире, ну, в нашей, получается, вот этой двушке. Самое время сделать выводы. Вот вам, пожалуйста, время тяжелое, но, тем не менее, когда желание есть, какие-никакие финансы есть тоже, опять же, какие-никакие, вдумайтесь, 7 миллионов рублей за все, что вы видите. Но это с учетом земельного участка, колодца, то, что вляпалось, там, вот на вот этих вот разборках, там, порядка 500 тысяч, ушло, можно сказать, в никуда. Сделать, убрать, монтаж, демонтаж, дополнительные эксперты. Это все, деньги немалые. При этом 7, еще 5, итого 12, но что получается? 10 соток, 160 квадратов, по сути, дом будет шикарный. Когда весь поселок достроится, возможно, здесь и уюта станет гораздо больше, потому что на данный момент здесь на какой участок ни глянь, плюс-минус у всех этап строительства. Он свежий, он постепенно застраивается, заселяется. В любом случае, ваше мнение, мы ждем с удовольствием в комментариях, можете писать, если вдруг где-то заметили, какой-то косяк, пишите тайминг, указывайте, человеку будет только в плюс. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пока это еще можно. До новых встреч, всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова